а из этого большой курс алло алло олег надо на время стакан не двигаю вас ну так не особо а что я представлю с меня тимур зовут звоню вам международная финансовая компания st forex скажите пожалуйста олег вижу вы не так давно интересовались сферой финансовых рынков правильно я понимаю интересно а где вы это видите ну я правильно понимаю информация верно меня нет ну просто знаете из-за закон о защите персональных данных и просто мне интересно откуда вы это видите ну мы страничим с этими компаниями на который бы с этом номера телефонов людей которые так или иначе заинтересованы данной сферы деятельности поэтому собственно говоря звоню с вами познакомиться да вот таким опытом вы обладаете вы знаете что за передачу персональной информации в том числе номера телефона на юридических лиц грозит штраф до миллиона рублей ну это не передача да это не передача что это разглашение персональные видимо вы заходили да то есть на сфере деятельности куда за этом я же вам не звоню не угрожаю да я вам позвонил с целью как бы вам помочь ну какая разница обучение для себя ищите но с ним разница есть ну как надеюсь ну смотрите какая-то я вам позвонил я не говорю с добрым плохим просто сам факт вот есть третье лицо которому я не давал согласия используя свои персональные данные персональные данные входит и номер телефонного номер телефона вот вы сейчас получается незаконно обрабатываете мои персональные данные вы знаете что за это грозит компания послушайте меня вот как бы не хочет с вами ругаться поэтому по ней я не ругаюсь я просто вами рассуждаю я с вами рассуждаю ну как бы как правило чтобы мне звонить у вас должно быть как минимум разрешение правильно чтобы я вам его дал согласно закону который я уже говорил ладно тут уже тупик давайте поговорим теперь хорошо ну давайте ладно вы предлагаете мне куда-то вложить деньги не делом как бы ничего пока не предлагаю в первую очередь мы с вами познакомиться давайте если вы каким-то опытом обладаете на торговлю на финансовых рынках конечно конечно обладаете так а позиции вообще что за компания как давно торгуете московская биржа частный инвестор на московской бирже торгуете я была почему-то именно выбрали так сказать и биржу нежели как рынок форекса ну рынок форекс это всего лишь копия реальных торгов вот так правильно вам сказать это не настоящие торги понимаете то есть там просто копия люди законе заключают сделку как опционы вверх или вниз там выигрывает только брокер ну на опционах мы не торгуем нет нет это я имею ввиду что если сравнивать что такое форекс я вам говорю форекс это просто площадка которая визуально копирует то что происходит на бирже и принимает ставки ну то есть тот же самый букмекер либо и не знаю кто еще то есть реальные деньги форекс не выводятся если вы знали вы знаете почему же но нет да вы правы что существует как бы компании которые ведут себя недобросовестно нет нет подождите именно именно в этом и прикол заключается что форекс на доступ на форекс есть только у банков знаете его больше ни у кого доступа нет то есть что такое форекс это рынок на котором банки между собой обмениваются валютой вот допустим я там альфа-банк и мне нужно доллар мне не хватает долларов я там каком-то бразильском банке купил себе доллара и для этого был создан рынок и туда никто кроме банков не может зайти а все что остальное предлагается то есть в том числе ваша компания это просто проекция этого рынка на котором вы предлагаете людям совершать свои ставки но появится еще многие люди которые зарабатывают на этом согласились спорно бесспорно но так как ты играешь против брокера то ты никогда не заработаешь понимаете о чем я то же самое как играть против букмекера смотрите вот если вот у меня букмекерская контора это у меня есть человек который приходит и из 20 ставок там каждый день 19 выигрывает или как в казино да знаете знаете как поступаю с людьми которые постоянно выигрывают в казино их просто не пускают туда правильно то же самое и форекс их просто блокирует и все больше он не играет там у вас своя букмекерская контора нет почему все у меня но мне сказали что что у вас человек нет я имею ввиду ну я пример привел просто примеру представляете вот если вот у вас к примеру есть букмекерская контора вот вы лично хозяин букмекерской конторы и к вам каждый день приходит человек который зарабатывает у вас там ну там из 19 из 20 ставок где сделанных им 19 выигрывают вы ему вы его будете впускать потом там через месяц ну просто логически если вот вы хозяин зачем вам нужно деньги терять правильно вы ему просто рано или поздно скажете все чувак иди сюда но здесь просто логично ну представьте вы хозяин букмекерской конторы вы так будете делать что чувак извини все больше не приходи сюда ну правильно вам же нужны те люди которые проигрывают ну смотрите ли как бы я человек честно как бы если бы я забыл на этом месте я бы так не поступил да то есть я вас как бы не позвонил вам сейчас предложить какое-то сказать действие которое в итоге приведет к потере ваших денег я лишь вам предложил позвонил вам целью дать вам возможность заработать я понимаю просто вы мне можете сказать объяснить как какую возможность вы можете мне дать вы дать вам возможность заработать ну как вы понимаете если вы на бирже торгуете у вас есть инсайт какой-то или что я не пойму ну просто как рынок это такая вещь она непредсказуемая вы на сто процентов не может сказать вы не можете на сто процентов сказать что когда вырастет или что когда упадет то есть на сто процентов знаю только инсайдеры правильно если вы хотите поделиться со мной инсайдерской информацией я не против ну вы скажете вот вы вообще на московской бирже да на какие инструменты чаще всего рассматривать себе торговлю абсолютно все полностью полностью диверсифицированный полностью портфель я по вообще на чем на техническом анализе придерживайтесь придерживаюсь логики такого такого такому не учат такого анализа логический анализ ну то есть более технически дачи мне не не фундаментально совмещение технического и фундаментально но это же как бы правильно да у каждого своей траги но я думаю вы тоже понимаете да что как бы новости они так или иначе влияют на рынок конечно вы знаете что какая сейчас вот ближайшая так скажем новость которая не дает рынком как-то идти в направлении в котором все таки им хоть хотелось бы идти интересно в каком мне просто интересно в каком войну вы с китаем имеете ну там уже просто чтобы как бы вам так сказать вот все что происходит на рынке вот когда вы видите смотрите рынок это уже это уже все все уже там учтено как бы как правильнее выразиться я не знаю понимаете то есть если там какие-то выходят новости допустим вот самая известная новость вы знаете какая самая популярная новость которая действует очень сильно на валютные пары на сегодняшний день да они каждую неделю выходят ну а ну да ну получается нужно их так так назвать это нонфарм короче да их там называют количество новых рабочих мест это другое это у нас ну там у них в принципе в этих протоколах все то же самое пишут и вот эта новость она вот это протокола фомс я знаю вот эта новость она очень рада новые рабочие места и вот она самая сильная новость на рынке то есть каждую пятницу но не всегда не всегда она считается до сих пор она считается самой сильной новостью по идее других новостей и вот прикол в том что прежде чем эта новость будет опубликована рынок уже за несколько дней отыграл эту новость потому что те кому надо те знают куда должен пойти рынок ну вы понимаете меня чем но те кто как бы вы имеете до высшепоставленные лица конечно конечно поэтому поэтому фокусироваться на новостях никогда нельзя вот вы говорите торговая война ну вот торговая война как она повлияет на цену на нефть торговая война ну смотрите что касаемо цен на нефть да что сейчас как бы они снизились на фоне по опубликованных данных от пиай да то есть рост запасов нефти у нас с вами был зафиксирован да и сегодня как раз таки вот в 5.30 да то есть буквально через полтора часа по москве будут опубликованы данные специальные данные статистика от министерства ну каждую среду они публикуют каждую среду это я знаю ну и толку эта статистика она уже давным-давно вложена в рынок ну как понимаете меня то есть эта статистика уже учтена рынком это я не знаю как вам это объяснить но то что вы видите на рынке все новости уже отработаны давным-давно а когда выходит новость на момент новости в момент новости не момент новости начинают начинает играть паникер вот когда вы видите такие всякие движения резкие вверх-вниз это паникеры играют там реальные игроки никогда не играют на новостях ну нет я не б finish что стоит только торговать на новостях да ну есть они новости о которых вы говорите о которой я говорю с вами говорим который так или иначе сказываются когда конечно 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 но их очень мало и они бывают очень редко и они бывают в accelerated economist допустим 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 div himself the time Ставка центральных банков Это вообще все фигня, я вам честно скажу Самые влиятельные новости Это допустим, взрыв на Фокусиме К примеру, вот это новости Настоящие, которые реально влияют на рынок А вот эти новости, которые вы говорите Это все уже учтено, я вам говорю еще раз Уже учтено рынком Рынок знает, какие будут данные Потому что Есть инсайт Хорошо, ну вот когда у нас было с вами Давайте, брат, так сказать Ближайшее событие Торговая война США и Китая Последняя Публикация, ну не предпоследняя Когда Трамп заявил о том, что Повысил Тарифы на год Таварских Китаях на 10 до 25% Составило Порядка 200 миллиардов долларов Да, и там Более 5000 единиц Вы об этой новости знали? Ну, смотрите Я тоже об этом не знал Когда это было? В какого числа? В какого года? Это уже было несколько раз? Совсем недавно Ну, вы знаете Может быть, вы не следили Но в прошлом году Он то же самое говорил Один в один И то же самое Происходило на рынке Если посмотреть график нефти Нефть начала Расти задолго до того Как он это сказал То есть рынок уже учел Это все Ну, давайте Просто не будем Так дискутировать Мне просто интересно Какие у вас есть предложения Ну Ну, вот мне тоже Как бы В первую очередь Интересно С вами побеседовать Да, потому что Вы являетесь опытным Так сказать Трейдером Да, тем более На московской Да нет Я не трейдер Я не трейдер Трейдер это тот человек Который Посредник совершает операции Покупка и продажа Ну, вы же тоже торгуете, правильно? Частный инвестор Я так понимаю Ага То есть вы инвестируете? Частный инвестор Да То есть я так понимаю За вас торгуют Другие люди? За мной никто не торгует Я принимаю решение Куда мне вкладывать деньги Я понял Ну, вот вы вообще Так сказать Ближайшая новость А вот давайте Рассмотрим с вами Публикацию протокола фон Я вам честно скажу Я вам честно скажу Я же вам уже Ну, несколько раз сказал Я не смотрю новости Не ориентируюсь на эти новости Эти новости Уже давным-давно Все отыграли Ну, я применяю Метод анализа Я применяю Смотрите Я применяю Метод анализа Логики Еще раз повторяю Это совмещение Технического анализа Вот если вы заметите Вот просто Если вы увлекаетесь Этой темой Реально Вы могли бы заметить Такую штуку Вот когда смотришь На график Определенный Ну, то же самое Нефть Либо какого-то Другого инструмента И вот именно В тот момент Когда образуется Какая-то техническая Фигура Скажем так Быть то ли Двойное дно Либо еще что-то Ну, вроде Что-то похожее Начинает формироваться Тут же начинают Новости Выходить Какие-то Какие-то Какие делают Эту фигуру Понимаете О чем я Ну, да Ну, вот То есть Новости Для чего сделаны Чтобы кто-то Заработал Правильно Нет, ну, послушайте Подготовлены те Кто, как бы Из вышестоящих Кто, конечно Это понятно Да Что они Ладно Ну, не Вы Давайте Просто Мне просто Вы Мне просто Объясните Какое у вас Сейчас есть предложение Ну, протоколы ФОМС У вас какой прогноз Сейчас Ну, смотрите Публикация Протокола ФОМС Да То есть Подробный Отчет Совещание Комитета Которого Стоялось Две недели Назад Финансовой Ленитной Политики ФРС Да Деньнокредитная Политика Да Соответственно Будем Видеть Уже Какую-то Более Подробную Картину Которого Позиции ФОМС Да То есть Так же Ну Так А мне Что делать Ну Смотрите Мы с вами Узнаем Да То есть Что обсуждалось В заседании То есть Возможно Будет Изменение Процентных Ставок Да То есть Новые раунды Количество Смягчения Или на борту Ужесточения Ну Если мы Это узнаем Я думаю Это все же Узнают Правильно Не только Мы Да Так Соответственно Это узнают Все Да То есть Начнется На рынке Волатильность Да То есть Сейчас Бак То есть Кто-то Кто-то Будет Либо Кто-то Будет Либо Покупать Либо Продавать Да Ну Совершенно Правы А если Все Будут Покупать То Кто Будет Продавать Ну Это Будет Отскок Ну Как Ну Вот Если Если Все Вот Смотрите Вот Мы Изучили С вами Протоколы ФОМС И все Все Кто Прочитал Эти Протоколы Увидели Что Реально Это Круто Для Доллара К примеру Да И Все Начинают Смотреть Один Инструмент Кто-то На Доллар Кто-то На Доллар Канад Кто-то На Золот Кто-то На Какая Разница Доллар Что на фондовом рынке У каждого Свои Инструменты Цена Доллара Она Влияет Абсолютно На Все Инструменты Независимо От Доллар Франк Или Доллар Канадец Если Все Покупают Доллар Он Будет Расти Как К Канадцу Так К Франку Так К К К К К К Все Верно Они Не На Парах Валютных Играют Как На Форексе А Именно Покупают Валюту Настоящую Валюту Настоящие Деньги Меняются И Просто Вопрос В том Что Если Все Покупают Доллар То Кто Будет Продавать Откуда Они Берут Мы Хотим Все Купить 300 Тысяч Человек Мы Все Хотим Купить Доллары А Кто Нам Продаст Откуда Они Берутся Так Кто Насчет Продавать Кто Начнет Скупать Нужно Сами Это Понимать Что Будет Перевес Ну Я Понял Ну Ладно Что Вы Мне Предлагаете Я Несколько Раз Спрашиваю Не Могу Понять Я Сами Хочу Просудительно Поговорить Вы Только Ради Этого Звоните Чтобы Поговорить Ну Вы Как Считаете Комментарии Живот Существенно Давать Какую-то Володимир На рынке Вы Знаете Что Моя Консультация Дорого Стоит На самом Деле Это Инсайдер Это Инсайдерская Информация Если Я Вам Сейчас Скажу Что Что Будет Вы На Это Можете Заработать Зачем Мне Это Надо Если Вы Мне Заплатите За Это Я Могу Дать Инсайдерскую Информацию Хотите Хотите Да Вы Заработали Так А я Могу Сделать Так Что Вы Заработаете Поверьте Хотите Давайте Сделаем Да Ну Это Платно Инсайдерская Информация Знаете Сколько Стоит Дорого Вот Сколько У вас Есть Свободных Средств Чтобы Можно Было Вложить 10 Тысяч Евро 10 Тысяч Евро У вас Свободных Средств Которые Вы Готовы Сейчас Прям Вложить Да Ну Вот Я Форекс Но Это Информация Инсайдерской Информации Волшебник Никогда Не Открывает Своих Секретов Знаете Вот Если Вы Мне Заплатите Нет Поверьте Все Кому Надо Те Знают И Есть Такие Люди Которые Торгуют Инсайдерской Информацией Знаете Можете Прям Забить Торговля Инсайдерской Информации Это Вообще Противозаконно Вот Я Могу За Тысячу Долларов Продать Инсайд И Вы Со Своих Десяти Сделаете Двадцать Сто Процентов Заработайте За Один День Хотите Ну Риски Какие Риски Риски Везде Есть Правильно Ну Риски Конечно Есть Максим Максимальный Риск Это Тот Что Вы Назад Своя Заберете И Все Ну Что Как Смотрите Тысяча Долларов Подробнее Заинтересуйте Меня Ну Как Я Вам Смогу Я Вам Предлагаю Тысячу Долларов Даете Мне Зарабатываете Десять Тысяч Ну Получается Не Десять Потому Тысячу Вы Мне Как Комиссию Спишите Получится Заработаете Девять Если Я Сейчас Скажу Название Инструмента Тогда Зачем Мне Вам Давать Зачем Вы Как С чего Мне Будете Платить Пожалуйста Заключим С вами Договор По Как Будете Выступать Как Юридическое Лицо Мне Нужно Понимать Прежде Всего Что Что К Чему Я Не Смотрите Вы Мне Позвонили Вы Уверены Правильно В себе И Вы Уверены Во мне Что Я Тоже Смогу Заработать Вот Я Вам Точно Так же Говорю Что Я Более Уверен В том Что Вы Сможете Заработать С помощью Моей Информации Нежели Вы Сможете Заработать На Вне Со Своей Информации На Мне Вы Сможете Только Заработать Тем Что Я Туда Деньги К Вам Вложу И Все Больше Вы Ни На Чем Не Заработаете То Что Я Буду Зарабатывать Вы С Этого Ничего Не Поимеете А Я Буду Зарабатывать С Того Что Вы Будете Зарабатывать Понимаете И Вот Вы Заработаете Девятнадцать Там Девять Тысяч Сверху Тысячу Которую Мне Отдадите В Следующий Раз Через Недели Две Три Когда Появится Новый Инсайт Я Вам Еще Дам Информацию Она Уже Будет Стоить Дороже Интересно А Вы Скажите С какого Города Какая Разница Интернациональный Ну Нужно Понимать С какого Города Я Зачем Ну Мы Что Собираетесь Встречаться Со мной Что Я Только Дистанционно Работаю Зачем Мне Это Надо Вдруг Вы Потом Пойдете И Расскажете Что Этот Человек Торгует Инсайдом Это Между Прочем Уголовное Наказание Вот Я Хорошо Кодекс Знаете Вы Верись Нет Почему Я Просто Человек Который Читает Я Не Как Это Объяснить Ну А Что Тут Разве Это Не Ясно Что Торговля Инсайдом Это И Распространение Инсайдерской Информации Вот Вы Когда Устраиваетесь На Работу Если У Вас Есть Такая Штука Как Неразглашение Инсайда Вы Подписываете На Работе Да Вот Понимаете То есть Вы же Не все эти Ответственность Согласно Уголовному Кодексу Потому Что Если Вы Кому Разгласите Какую-то Важную Инсайдерскую Информацию О Ну Конечно Вот Поэтому Я Не Хочу Чтобы Меня Тоже Привлекло Ну Так Что Решайтесь Новость Будет Новость Я Хочу Еще Заработать С Почему Вы Не Хотите Заработать Со Мной Как Это Я Я Заработаю На Той Новости Которую Я Хочу Продать Скажем Прямо Но Вы На Ней Не Заработайте Пока Я Вам Не Скажу Правильно Не Понимаю Не Поняли Да Вот Я Вам Говорю Завтра В 12 Часов Будет Инсайты Будет Кое Что С чего Можно Заработать 100% И У Вас До 12 Часов Есть Время Заплатить Мне Тысячу Долларов И Заработать Девять Или Ничего Не Заплатить И Просто Посмотреть Что Скажете Что Могу Сказать У меня Вызываются Мнения Прежде Всего Потому Что Вы Незнакомый Человек Которого Я Первый Раз Слышу С Трубкой Правильно Правильно Вы Первый Раз Разговариваете Я Вас Не Знаю Интересы Какой Компании Какой Компании Это Тупо Личный Интерес Тупо Личный Интерес Все Эти Интересы Это Все Полный Бред Все Юридические Формальности Это Все Фигня Главный Интерес Это Личный Вы Мне Звоните Чтобы Заработать Правильно Я Вам Говорю Давайте Где Вы Так Сможете Заработать 9000 Долларов Если У Вас Есть Свободные 10 А Меньше Тысяч Я Точно Не Продам Вот Вам Ради Прикола Просто Продам Вам Ради Прикола Просто Продам Эта Новость За Тысячу Долларов Тысяча Долларов Да Просто Ради Прикола Ну Просто Честно Почему 10 Это Вы Сказали Что Вы Сможете Вложить Я Вам Сказал Что Я Вообще Работаю От 10 Вот Вы Вкладываете 10 10 Процентов Мне Зарабатываете 100 Ну Поверьте Мои Люди Вкладывают 10 Когда Вот Я Позвонил Прежде Всего У меня Есть Компания Которая Представляет Интересы В первую Очередь Вы Эту Можете По Компании Почитать Посмотреть Вы Знаете Директора Вы Знаете Компанию Компания Не первый Год Да Мне Не Интересно Мне Это Не Интересно Поверьте На Сайте На Сайте Можно Простите Скажите Как Как вас зовут Еще раз Простите Скажите Пожалуйста Я Тимур Извините Забыл У меня Есть Еще Одна Минута И Я Больше Не Могу Разговаривать Вам За Одну Минуту Нужно Решить Либо Вы Зарабатываете Завтра Либо Вы Не Зарабатываете Вот Честно Я Просто Больше Не Могу Разговаривать Я Тоже Больше Не Могу Вы Скажите Я Какую Знаю О Заработать Я Вам Говорю Я Вам Предоставляю Возможность Заработать Вы Будете Зарабатывать Или Нет Тимур Одна Минута Тимур Буквально 15 секунд Конечно Знаю Кто Не Знает Компанию Газпром Что За Вопрос Как Вы Считаете Перспективная Компания Я Не Буду Об Этому Говорить Я Вам Еще Раз Говорю Мои Консультации Платные В общем Тимур Сколько Стоит Я Прошу Прощения Но Мне Пора На Сам Деле Время Просто Закончилось Мне Очень Нужно Меня Уже Жду Меня Уже Жду Позвоните Мне Позже Тимур Согласен Если Вы Согласны Позвоните Мне Позже Я Уже Заинтересован Давайте Мне Скажете Реквизиты Вашей Карты Я Переду Вам Деньги Реквизиты Мои Карты Вам По Телефону Говорить Ну Я Что Сумасшедший Что Мне Нужен Счет Вы Запишите Мой Эмейл И напишите Туда Я Вам Отвечу Эмейл У меня Ваш Есть Уже Вот Вы Смотрите Это Вообще Уже Двойное Нарушение Законодательства О персональных Данных Короче Пишите Туда Я Вам Отвечу Тимур Извините Реально Просто Нет Времени Я Б Еще Поговорил Все До Свидания Так А что Написать Скажите Мне Нужны Какие Реквизиты Куда Переводить Средства Согласны Вы Со Мной